Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Игорь Игоревич Шатабеков, я врач-онколог. И сегодня мы с вами поговорим на такую очень интересную тему о связи микрофлоры кишечника с ожирением. В следующем видео поговорим о связи микрофлоры кишечника с воспалением в кишечнике. И в частности с заболеваниями, такими как болезнь крона или неспецифический язвенный колит, но в принципе с воспалением. Потому что баланс бактерий для нас крайне важен. Одни бактерии, например, у нас участвуют в регулировке обмена веществ, аппетита, обмена уровней сахара в крови, как печень работает, как жиры, куда откладываются или не откладываются. Другие у нас участвуют в иммунитете. И если нарушается их баланс, соответственно, могут возникать разные заболевания. Такие, как я уже сказал, как ожирение, например, сахарный диабет, инсулинорезистентность. Или наоборот, воспаление сильное в кишечнике и даже формирование язв. Я эти два видео включил в плейлист о микрофлоре кишечника. Если не видели, посмотрите. Здесь много всяких разных других интересных видео. А мы с вами давайте начинать. Очень интересная статья о том, как дисбаланс в нашей с вами микрофлоре может влиять на заболевания, о которых я говорил ранее. Если вы хотите больше узнать о том, что такое микрофлора, какие бывают виды, вообще о ней, почему возникают те или иные заболевания, можете посмотреть видео, которое я ранее размещал на своем канале. И оно же будет в плейлисте. Я оставлю ссылки в описании под этим видео. Значит, суть в чем? Бывает 6 главных типов бактерий. Мы знаем, что у человека в кишечнике триллионы бактерий. И по разным данным, кто-то говорит, тысяча разных видов у каждого человека, кто-то говорит, четыре тысячи разных видов бактерий. Но наша микрофлора уникальна у каждого человека, как отпечатки пальцев. И сдавать посев кала на микрофлору на самом деле является достаточно бестолковым тестом, потому что, во-первых, он не показывает общей ситуации, потому что в разных отделах кишечника будут разные жить бактерии, разные будут соотношения. Это совершенно нормально. И плюс у каждого человека они свои. Поэтому тест такой очень сомнительный, если честно. Так вот, бывает 6 главных типов бактерий. Это фермикуты, это бактериоиды, которые составляют, в общем-то, 90% всех бактерий. И другие виды. Так вот, мы сегодня с вами определимся, есть ли взаимоотношение двух основных видов фермикутов и бактериоидов будет нарушаться, какие же будут при этом последствия. Основными представителями фермикутов являются, вы видите здесь, бацилюс, кластридии, энтерококки, лактобацилы, руменикокки. И вот эта группа бактерий, она будет вырабатывать короткоцепочные жирные кислоты, которые будут работать как местно, так и всасываться в кровь, идти по организму. Ну и, таким образом, наша микрофлора, она влияет на работу мозга, сердца, настроение даже, работу печени, как печень будет участвовать в обмене веществ, на отложение жира будет влиять. Более того, они нам помогают переваривать некоторые вещества, они помогают разлагать эстрогены, тем самым регулируя уровни женских гормонов, и поэтому дисбаланс флоры может приводить и к проблемам с костями, например, проблемам в виде повышенных гормонов, повышенным риском гормонозависимых видов рака и так далее. А если хорошо эти гормоны будут нейтрализовываться, то будут ниже риски рака, например. То есть, тема достаточно интересная, и нашу микрофлору во многом раньше наука недооценивала. Я ранее рассказывал, например, о том, как пробиотики могут, ну, какая их взаимосвязь с онкологическими заболеваниями, обязательно посмотрите это видео. Так вот, эти короткоцепочные жирные кислоты, например, они могут заставлять жировую ткань накапливаться, и наоборот, снижать её расщепление. При этом человек будет набирать вес. И фермикуты у нас ещё участвуют в повышении аппетита и снижении чувства насыщаемости. Поэтому, если возникает дисбаланс, если фермикутов становится слишком много, как вы понимаете, может повышаться аппетит, может повышаться отложение жира и в печени, и в просто жира, и человек может набирать вес. Поэтому повышение фермикутов связано как раз с ожирением. Зато они являются противовоспалительными веществами. А вот бактериоиды, они больше за иммунитет. И если их будет мало, могут разрастаться бактерии, может нарушаться иммунитет, и, соответственно, они тоже очень важны. То есть, они должны быть в балансе. Но когда их слишком много, тоже не очень хорошо, потому что могут возникать воспалительные заболевания кишечника. Об этом в следующем видео. И на самом деле, действительно, много исследований, которые показывают связь между микробиомом в кишечнике и весом. На животных очень много, но есть и систематический обзор. То есть, собранные воедино много исследований, которые показывают, что и у людей есть такая взаимосвязь. Какая-то взаимосвязь, еще раз повторюсь, много фермикутов и мало бактериоидов связаны с ожирением. А вот что интересно, что применение пробиотиков помогает снизить вес. Кроме того, помогает снизить отложение жира в печени, помогает снизить количество концентрации холестерина, сахара и снизить инсулинорезистентность. То есть, для тех, у кого инсулинорезистентность, диабет потенциально, это может быть хорошим вспомогательным средством. Какие же это пробиотические бактерии? Вы можете увидеть, что в основном это лактобациллы всякие. Здесь можете прочитать их название. Либо это может быть бациллус, либо это могут быть сахаромицеты. Они тоже понижают количество фермикутов и повышают количество бактериоидов. Правда, в одном исследовании на подростках, страдающих ожирением, применение данной лактобациллы не приводило к снижению веса. Но опять же, может быть не те дозы, может быть не ту лактобациллу взяли, может быть недостаточно долгая и так далее и тому подобное. И это мы с вами говорим о препаратах. То есть, вы берете, открываете инструкцию к препарату или в аптеке просите, говорите, мне надо пробиотики, в которых вот содержатся конкретно такие вот бактерии. Или можете в интернете посмотреть пробиотики, содержащиеся, допустим, лактобациллус ромносус. Вот здесь написано, можно прям с экрана переписать. А вот это исследование, например, оно тоже на людях. И здесь людям, страдающим ожирением, им назначали пробиотик, который содержал лактобациллус гассери. И действительно у них наблюдалось снижение отложения жира и веса. И была разница с группой, которые получали пустышки. Таким образом, можно заметить, что применение пробиотиков может помочь как вспомогательное средство. Конечно, если вы не будете придерживаться диеты, будете есть гамбургеры, запивать колой, и при этом я выпью пробиотики, чтобы снизить вес, вам это не поможет. Но как вспомогательное средство очень даже неплохо. Хочу заметить, что некоторые бактерии, несмотря на то, что они относятся к лактобациллам, Ну, например, возьмем бациллус ройтерий, о котором я рассказывал в теме борьбы с раком. Но он может, наоборот, менять соотношение в противоположную сторону. Это более интересная бактерия для онкологических пациентов. Но в плане ожирения, наверное, не самый лучший выбор. Поэтому бывают такие исключения. Что вы можете сделать вообще бесплатно, не покупая никакие пробиотики? Можно питать те или иные бактерии разными продуктами. Можно применять фасоль, бобовый, ну, соответственно, горох. Либо применять сахаромицеты. Это будет повышать бактериоиды и снижать фермикуты. Питать бактериоиды. То есть вы будете выравнивать дисбаланс в сторону усиления иммунитета кишечника и снижение отложения жира и аппетита. Дорогие друзья, это все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Дону вас в следующем видео о том, есть ли дисбаланс в другую сторону. Есть ли есть воспаление в кишечнике. Я вам желаю хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok